приветствую всех кто сейчас с нами осень время для прогулок театров ресторанов клубов а также и для шопинга что как и все вышесказанное для многих является видом отдыха так давайте же подскажем нашим одесситам в каком именно магазине можно приобрести самые основные элементы нашего с вами гардероба я говорю об обуви и аксессуарах сегодня наша цель помочь подобрать обувь из новой коллекции магазина миротон нашим девушкам и молодому человеку повод у всех разный ассортимент магазина очень широкий кто не растеряется тот уйдет с покупкой и 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 Именно обувь делает женщину женщиной. Разве? Шузы. Сейчас носят с перепонкой на высоком каблуке. Что это шузы, извините, Верочка, я не поняла. Это от английского слова шуз. Обувь значит по-английски. Ну, понятно. Что касается сапог, то сапоги нужны на высоком каблуке. Подождите, Верочка, извините, я должна все это записать не так скоро. Да, пожалуйста, пожалуйста. Вика, добрый вечер. Добрый вечер. У нас какой сегодня повод? Мы вам на какое мероприятие подбираем обувь? На романтическое свидание. Ага, под это платье? Возможно. Хорошо. Примерно есть какое-то в голове, какая-то идея, что это может быть или понятия не имеете? Ну, я пройдусь по рядам магазина Миротон и мне идеи в голову сами придут. Добрый вечер. Она поможет? Обязательно. С чего мы начинаем? Наверняка нужно рассмотреть много вариантов разных, ну, хотя бы, как минимум, два, я думаю. И пусть эти варианты будут разные для того, чтобы мы могли составить полную картину. Предпочитаю все-таки черный цвет. Какие нравятся? Приглянулись бэдпорты на средней полочке. Можно я их посмотрю. Лена, по-моему, на романтическое свидание это как-то рановато. Если романтическое свидание первое, то вполне возможно, что рановато. Тем не менее, это очень хорошая модель, поскольку она выполнена в минималистическом стиле. Здесь полное отсутствие фурнитуры, гладкая кожа. То есть, ничего лишнего для девушки с консервативным вкусом очень даже подойдет. Детскую обувь помнишь? Детскую помню. Какие-то любимые башмаки должны быть? Да, помню. Что это было? Коричневые сапожки. Как тебе лет было? Ну, лет 12. В любую погоду крик был «Мама, хочу одеть только Эд». Да, до сих пор зам. А вообще, в принципе, обувь в твоем гардеробе какое место занимает? Часто обувь покупаешь? Да. Да. Обувь частая, я думаю, второе место после сумок. Вика, ну что, берем? Очень удобно, но сомневаюсь, стоит ли бадфорд на первое свидание. А ну возьми сумку, может сумка понравится больше. Давай к нам, к нам, к нам. Ну тут с Леной сейчас тебе расскажем. Лена, нравится? Ну, на самом деле нравится, но я думаю, Вика права, нужно рассмотреть еще какой-нибудь вариант. Красивые, ноги не промокнут, вдруг в дождь попадет, высокие, тепло, что еще надо? Черные, кожаные, пыль на наших улицах всем известная, не запачкаются. Почему нет? Вероятно, потому что это все-таки больше подойдет к десятому свиданию. К десятому? Может быть, к пятому Вика к нам придет еще раз. Ладно, так что, дальше пошли? Я думаю, да, однозначно, нужно смотреть еще. Вы купили новые сапоги, Вера? Да вот еще не решила Людмила Прокофьевна. Вам нравятся? Очень вызывающие. Я бы такие не взяла. А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а после нее. Значит, хорошие сапоги надо брать. Мы тогда начинаем с более сдержанной, классической пары обуви. Например, 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 ну вот эти вот, черные, Вика. Очень интересная модель, но стразы почему-то в моем гардеробе редко. Считаю, это непрактично обувь. В темноте будет тебе видно. Да, в темноте, возможно, но не для наших условий. Ну ладно, ну хорошо. Дальше, что дальше? Что нравится? Мне нравится. Кожаный. Очень интересный фасон. Красивая пряжка. По-моему, шнуровка сейчас очень в мой. Да, согласна. Хорошо, а что Лена скажет? На самом деле, это отличный выбор, потому что в этом сезоне обувь в мужском стиле крайне актуальна. Аллилуйя Коко Шанель, потому что именно благодаря ей мы сегодня имеем такую возможность носить мужские вещи безнаказанно. И это как раз тот случай, когда женщины забирают для себя чисто мужские атрибуты, чтобы выглядеть сексуально. Здесь есть все, что нужно женщине для того, чтобы привлечь мужчину. И строгость линий, и изящные очертания колодки, и высокий каблук, и шнуровка, которая делает акцент на подъеме. Ну и кроме того, гладкая кожа. Это действительно очень практично, удобно, за ними легко будет ухаживать. Так, Вика, 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 что мы скажем насчет ботильонов? Ну, мне кажется, это то, что я искала. Красная первая сезония? Да. И удобно? Очень удобно. Это первое, что меня подкупают всегда в обуви Мератон. Как вам выбор, Вики, ботильоны? Мне кажется, отлично выглядят. И более того, мне кажется, они очень хорошо будут гармонировать с сумкой, с которой пришла Вика, поскольку там совпадает фурнитура по цвету. Ну хорошо, вот золотые пряжечки, а у Вики серебро на руках. Может быть, еще какие-то аксессуары мы подберем из золотого цвета? Вероятно, Вике придется все то, что на ней снять и убрать, поскольку, да, вы правы, все-таки будет лучше, если фурнитура и аксессуары будут совпадать по цвету. На самом деле у нас во всех городах хорошая продажа. Если учитывать, что в некоторых городах у нас практически нет конкурентов, потому что ту нишу, которую занимаем мы, сегодня больше не занимает никто. Потому что именно мы позиционируем себя как фэшн-сеть, да, и действительно мы предлагаем то, чего не предлагают другие. Это такие города, как Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Донецк, особенно донецкие клиенты очень нас любят. И, конечно же, очень мало времени прошло, и о нас узнали клиенты в Киеве. Очень за короткий срок нас полюбили. Там у нас расположены четыре магазина в самых крупных торговых центрах и, можно сказать, на центральных улицах города. И, в общем-то, в плане продаж я не могу сказать, что в каком-то городе больше, чем в другом. Мне интересно, ассортимент отличается в городах? Практически не отличается. Добрый вечер. Здравствуйте. Куда Дмитрий подбирает обувь? Мне нужна обувь для повседневной жизни. И я узнал, что в Миротоне новая коллекция. Я в этом магазине постоянно покупаю обувь. Решил зайти и выбрать себе. Хорошо, обувь. Какое занимает место в вашем гардеробе? Ну, на самом деле, без обуви никуда не выйдешь, без обуви нельзя. Поэтому я думаю, что это одно из лидирующих мест в моем гардеробе. Вы фанат обуви. Самая дорогая, вспоминайте, пара обуви в вашей коллекции гардероби. Самая дорогая, ну, я тут покупал несколько итальянских моделей, они тут самые дорогие. В основном, обувь португальская. Точную цену не припомню, но где-то около 3,5 тысяч гривен. Она у меня... Ого! Но оно того стоит, потому что я до сих пор их ношу и очень доволен. На самом деле, я уже выбрал. Вот одна пара на мне, я ее сейчас как раз меряю. Но у меня есть еще несколько моделей, которые я присмотрел. А могу вам их показать? Ну, давай. Вот мне, например, очень понравилась эта модель. Я считаю, что она под мои джинсы подойдет. Та модель, которая сейчас на мне, я не думаю, что на ней остановлюсь, потому что, как мне кажется, она не сильно подходит под эти джинсы. И есть еще одна модель, которую я бы хотел померить. Синенькие. Синенькие, да. Почему замш? Не боишься замш? У нас пыльный город, осень, дожди. Ну вот, вы можете посмотреть очень большое количество средств по уходу за обувью. Я тут тоже покупаю постоянно эти средства, и проблем у меня никогда не было. Хорошо. Пробуй. Померим. Ах, я не залетал в моя Москва, и чудесами грезит ночь. Ах, эти желтые ботинки бегут от чайки прочь, прочь. По-моему, самое время узнать, все-таки, на чем остановился Дмитрий. Дмитрий. Да. По-моему, эта пара вам бы очень всего понравилась. Вы даже шарфик подобрали. Вы правы. Ну, шарфик подобрал не я, шарфик подобрал фэшн-консультант сети Миротон Елена. Она увидела, как и мере, эту модель, и решила, что этот шарфик очень хорошо на мне будет смотреться. Почему эта пара? Ну, тех черных было очень хорошо, все-таки. Ну, мне кажется, что тех черных не очень подходят под... Это же Оксфорды. Ну, не знаю, на вкус и цвет товарищей нет. Правильно. Больше всего понравилась эта модель, и она удобнее всего сидит, поэтому я думаю, что куплю ее и куплю шарфик. Елена, одобряет выбор Дмитрия? Вполне одобряю, тем более, что винтажная тема сейчас очень актуальна. Вы видите, что эти ботинки выполнены в винтажном стиле. Такие искусственные, как будто вот замасленные. Все сделано вручную. Вот, каждая пара в таком стиле обычно обрабатывается вручную. И, тем более, синий глубокий цвет, он ненавязчив и вполне сочетаем с другими цветами. Учитывая то, как мужчины любят джинсы, и, в принципе, под джинсы синяя обувь – это самое оно. Это то, что будет более всего подходить. Ведь, я думаю, Дмитрий абсолютно правильный выбор сделал. Я сам терпеть не могу грязную обувь. У меня нет никакого тела в вашей обуви. И все-таки вам это неприятно. Это написано у вас на лице. Лена, добрый вечер. Добрый. Тогда подбираем обувь. Подбираем. У меня сегодня авра. Я веду свадебное торжество. Я ведущая. И у меня нет подходящей пары обуви. Выбиралась на мероприятие? Нет, я вот сейчас бегу на мероприятие. Наряд это уже... Это уже я предусмотрела. Но я не предусмотрела, что моя пара обуви не подходит. Хорошо. Выбираем? Выбираем. Страшно. Но я знаю, что приходя сюда, я всегда здесь что-то нахожу. Поэтому бегу сразу в вератон. Эти желтые ботинки Жгают быстро пал от спальцов. Лена, красивая пара. Да, неплохая пара. Такая, ну, очень мне понравилась. Но, по-моему, она такая более casual. Как-то вот это платье, мне кажется, что она будет достаточно пресно выглядеть. Скажи, тебе работать несколько часов, это будет удобно? Я думаю, это будет очень удобно, потому что колодка хорошая и устойчивая. Мне работать 6 часов, в принципе. Ну, главное. 6 часов. Пить, говорить, веселить. Пить нельзя. Пить после. Так, значит, подожди, подожди. Что, берем, не берем? О, какую-то другую брала. Вот, 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 вот. По-моему, вот это то, что нужно. Как звездное небо. Вау. Я вообще люблю всякие блестяшки, штучки. Я вообще, я не знаю, как ворона, наверное. Высоченный. Здесь очень устойчивая, устойчивая подошва. И, правда, вот размерчик 36, а у меня 37. Ничего страшного? Берем. Боже мой, эти женщины, красота требует жертв. Я хочу померить. Мерим. Женские туфли хочу. Три штуки. Размер 42, 43, 45. Ну, я смотрю, в Миротоне умеют продавать. То есть, только одели обувь, на ноги уже и клач. Подобрали и бусы. Да, и главное, что так все профессионально подобрали. И что, вот, невозможно отказаться. Хочется действительно взять. Девочки просто молодцы. Пришла за туфельками, получила сумочку и аксессуар. Прокидать. Да, подарок хотела. Лена, какая обувь в гардеробе преобладает? Точно бы никогда не купила. Ну, однозначно, очень редко хожу на обуви вообще без каблука. То есть, вообще. То есть, какой-то каблучок должен быть. Не хожу в казаках, а все остальное люблю. Ну, больше всего, конечно, такой гламурной обуви у меня в силу профессии. Вот. И это очередная гламурная пара. Ну, на пикник, в чем бы поехали? Ну, в кроссовках, конечно. Ну, не на каблуках, конечно. Все-таки есть спортивная обувь в гардеробе. Но она тоже такая вот с каблучками, да, стяжками, да, каблучком. Но люблю я камушки. Лучшие друзья девушек. Носила сандалики и носила очень красивые туфельки. У меня были розовые, с очень красивыми бантиками. И еще, и еще. Очень мне нравились... У меня тогда раньше как бы вот сапожки были резиновые. И они были у всех одинаковые. А у меня они были красненькие с желтой уточкой. Это было что-то. А что Лена скажет? Нравится? Учитывая то, что, как правило, на мероприятиях, которые ведет Елена, там, скорее всего, приглушенный свет. И поэтому нужны яркие детали, чтобы это все мерцало, играло в свете софитов. Вот. И мне кажется, что она будет в центре внимания. И, собственно, как и должно быть. Поскольку именно Аша я должна выделять. Она королева балла. С вами проект Туса Досуг в деталях. И я, Ира Рогава. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok